у нас есть уже переведенные русские буковки и у нас есть из под них вылазят видны японские словечки которые нужно стереть первое что нужно сделать это убрать вот это вот все лишнее здесь в принципе если у нас уже есть и русский звук то мы можем оставить так вот русский звук и просто-напросто штампиком вот эти места дорисовать но я хочу показать просто-напросто такой чистый примерчик как это делается вообще как это как-то делается первое что нам нужно сделать это буковки стереть можно взять ластик на переходе на свой фон где мы работаем и стереть эти вот буковки можно в принципе этот шаг который стирание до делания дырки пропустить и сразу же штамповать текстурку то есть мы берем штампик смотрим здесь нас текстурка должна быть вот такая серенькая если мы возьмем кисточку и возьмем такой цвет то легко заметить что цвет нас будет однотонный а текстурка она все-таки в крапинку такую там где-то чуть светлее чуть темнее точечки поэтому нам кисточка рисовать не канает поэтому мы берем штампик ну в крайнем случае за заплаточку но это уже отдельный разговор про заплатку отдельная митяшка точно будет это берем штампик берем начальную точку 9 вот отсюда и начинаем ее рисовать сюда я люблю штампик который не с выравниванием стоит ну что стоит галочка выравнивание иногда удобнее брать штампик без выравнивания но это тоже отдельные темы и честно говоря я потом забываю что у меня выравнивание выключено и потом сильно ругаюсь потому что она у меня пропало это самое выравнивание сделали специально повали кусочек вот здесь дальше чуть-чуть дальше заехали за эту за границу дальше здесь у нас вот это окошечко она у нас серенькое такое да то есть тоже не чисто белое его текстура мы ее можно взять от отсюда то есть можно по идее остановить этот кусочек вот беря кусочки только вот эти но у нас есть побольше места откуда мы можем скопировать с текстуру сюда поэтому будем делать именно так копируем отсюда оставляем вот сюда стампуем сюда стампуем стампуем эти точки потом убрать можно будет того чтобы у нас не было два одинаковых куска совершенно эти две точки мы просто на просто уберем вот так вот у меня когда я записываю видео мне частенько предлагает компьютер и alt не всегда работает здесь тоже текстуру дорисовываем вот так полностью вот здесь текстуру тоже дорисовываем вот такую здесь текстуру уже снова на серенькая это на дверь пошла и и тоже дорисовываем вот текстуру у нас зарисована в принципе вот это у нас как бы работа клинира создать текстурку далее линии рисовать это уже работа ретушера да или ретушера и не знаю как правильно ударение поставить что будем делать дальше у нас уже есть русские готовые буковки поэтому просто мы так ли включаем наши русские буковки и смотрим в каких местах нам нужно дорисовывать как мы видим где у нас тот самый футбук не тот вот этот как мы видим что нам вот эту ручку ручку дорисовать совершенно не нужно потому что русские буковки и в ее все равно перекрывают единственно нужно дорисовать это наверное он тут на на пиксели парочку я все посмотрим ну тут даже пары пару пикселей можно дорисовать штампиком а штамповываем отсюда вот сюда поставили готова дальше вот эту полоску нужно доех до верху довести тоже берем штампиком и от штамповываем наверх вот досюда и последнее что нам осталось этот это полосы поставить тоже опять таки штампиком отсюда перетаскиваем вот сюда умничку вот так еще пару кликов если пойду дальше то у меня вот этот вот это место уже пойдет штамповаться поэтому я беру новую начальную точку за отсюда перетаскиваю сюда и 1 2 3 которого то есть буквально пару кликов и картинка выглядит уже хорошо вот в принципе можно этот звук полностью вот эти тоже полоски дорисовать вручную но опять-таки это лишняя работа которую в конце концов никто и не увидит в принципе и второе а второе в принципе то что мы вот эту текстуру тут замазывали тоже как бы ли излишняя работа давайте вот на втором примере тот же самый звук вдруг только рядышком который стоит тексту беру подальше вот на этом примере покажу что можно и не штамповать всю текстуру в принципе в принципе в принципе полу не сильно поразить получается ну поехали значит у нас здесь влазит только вот этот вот кусочек небольшой вот здесь вот немножечко и вот кусочек небольшой берем текстурку отсюда и ее тащим сюда тащим-тащим зарисовали отлично здесь текстурку отсюда застамбовали сюда отсюда текстурку и и сюда здесь у нас текстурку брать уже не нужно тут можно взять эти самые полосочки где-то вот отсюда начиная да и вот вот так вот ее за штамповать вот супер получилось единственное что здесь осталось тут эти пачку полосочек их можно либо кисточка как-то самому дорисовать но так классы полоски довольно таки прямые я возьму штампик потому что у меня руки кривые я рисую прямые полосы это рисую криво поэтому беру штампик и вот так пару движений пару кликов и у меня полоски отстамповались немножко уберу чтобы это было более-менее естественно смотрелось и вуаля все готово буквально за минутку у нас звук почистил то есть под звуком выглядит на самом деле все вот так вот но этого дела мы не видим и никто не видит поэтому заморачиваться на все того чтобы там не видел нам не нужно на этом пожалуй маленький урок заканчивается всем спасибо за спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!